снова приветствую всех вместе со мной начал изучать unity с нуля и в наших первых частях ссылки на которые я оставляю под видео я начала говорить о том что unity есть разных версий даже с разными версиями немного поработаем почему так важно и нужно знать о том что есть разные версии почему их так много сейчас я постараюсь кратко пояснить если вы устанавливали unity вы знаете наверняка что есть сайт unity и когда мы на него заходим по ссылке unity.com у нас есть кнопка get started кликнув по которой мы переходим на страницу планов и цен которые нам предлагают разные варианты установки unity мы не будем рассматривать пакеты бизнес потому что они рассчитаны на тех кто уже зарабатывает на проектах созданных unity а мы выберем индивидуал и здесь у нас тоже есть два пакета есть пакет для студентов и есть пакет персонал с которым я лично работала всегда очень много лет до того как появился пакет студент принципе здесь так и написано что это версия unity для индивидуальных разработчиков и ею можно пользоваться в том случае если вы зарабатываете менее чем 100 тысяч долларов в год версия студент предполагает возможность также еще и получить доступ к каким-то учебным материалам но в принципе unity personal тоже позволяет все это имеет единственное что нет возможности иметь доступ к разделу лен премиум есть определенные условия вот их можно прочитать что для студентов это возраст либо старше 13 лет для соединенных штатов либо 16 для европы а также других странах другие какие-то характеристики поэтому в принципе мы можем не смотреть вот в этот раздел но в общем это примерно одинаковые версии давайте выберем персонал нажмем еще раз get started нас перебрасывает на страничку которая дает возможность прямо начать изучение unity но мы перейдем по кнопке go here для того чтобы сразу увидеть окно где мы можем загрузить unity здесь тоже даны условия использования как с которыми необходимо согласиться прежде чем скачать ops unity hub про unity hub я говорила в уроках по установке unity опять же если вы его установили то вы уже знаете что такое нас интересуют разные версии и какая версия актуальная на текущий момент вот допустим 23 апреля двадцатого года вышла версия 2019 . 3 . 11 но здесь же у нас есть ссылка на все предыдущие версии мы открываем и здесь мы видим вкладочки смотрите unity 2019 x 2018 2017 17 года началась такая вот кодировка до этого был unity 5 unity 4 и даже unity 3 и все эти версии unity поддерживает почему именно так потому что есть проекты которые создавались например в unity 5 и если этот проект существует уже много лет совершенствуется и там в общем то все уже достаточно долго используется то переход на новую версию может принести очень много каких-то дополнительных усилий потому что в каждой новой версии появляются новые инструменты вплоть до того что появляются новые возможности программирования особенно вот был сложен переход от unity 4 к unity 5 от unity 5 к unity 2017 и сейчас unity 2019 даже есть некоторые моменты при переходе от unity 2019 2 последняя версия 2.21 вы видите к unity 2019 3 на практике было замечено что проект который был создан unity 2019 2 не всегда хорошо себя чувствует 2019 3 потому что 2019 и появились какие-то очень важные изменения поэтому почему опять же я об этом еще раз говорю потому что возможно начинающие могут пытаться что-то делать по каким-то урокам которое было написано для unity других версий более младших и не обнаружить этих инструментов в тех версиях unity которые сейчас актуальны и которые являются последними самыми новыми даже внешний интерфейс может быть изменен поэтому придется немного ориентироваться и вот этот зоопарк версии unity тем не менее поддерживает понимая что разработчикам иной раз не очень удобно заниматься отладкой каких-то сложных моментов которые предыдущих версиях работали а в новых не работают и поэтому есть версия которая называется lts то есть последняя поддерживаемая версия последний релиз тот релиз который сейчас актуален и в unity хобби мы можем тоже это увидеть но в принципе вот допустим для 2018 x последняя поддерживаемая версия для 2018 422 то есть unity продолжает поддерживать все версии которые здесь перечислены именно для того чтобы разработчики могли обратиться и службу поддержки и получить какую-то помощь случае каких-то затруднений если мы сейчас запустим unity хоб в unity хоб мы тоже можем увидеть раздел installs и здесь вот у меня очень много тоже разных версий надо почистить потому что все время происходили какие-то обновления и вот у меня из 2018 4 версия которая является long-term support то есть lts версия которая долгое время поддерживается unity то есть если у нас есть такая аббревиатура lts это значит что можем вполне спокойно работать с этой версией и иметь еще возможность поддержки вот такая вот информация различных версиях unity я надеюсь она вам немного поможет и я напомню также что для того чтобы сориентироваться в том какая у вас версия unity вам может быть полезной для работы для например обучения вы можете обратить внимание на заголовок окна unity того преподавателя урок который вы смотрите например я обращала ваше внимание в первом уроке когда мы создавали проект мы можем увидеть версию unity вот здесь заголовки окна в данном случае мой проект создан unity 2019.2.9 а в следующем уроке мы создадим проект в unity 2019.3 и увидим чем unity 2019.3 отличается от unity 2019.2 до встречи в следующих уроках желаю всем успехов подписывайтесь на канал пока пока